Жители многоквартирного дома на Заболотного, 38, бьют тревогу. В сентябрьских платежках итоговые суммы в шесть раз больше прежних. Горожане говорят, что повысились платежи за содержание придомовой территории и лифты. Платил я 114 гривен ежемесячного за это. Сейчас убрали из ЖЭКа, передали кому-то, я и не знаю точно кому. И платежки приходят 268 гривен, еще и копейки там, я не помню. И каждый месяц улучшений никаких абсолютно, все как и было. Свои действия управляющая компания Суворовский объяснила вот в таких объявлениях на входе в каждый подъезд. Составленное сухим юридическим языком, оно лишь частично пролило свет на происходящее. Однако люди суть изменений уловили. Современные нормы бюджетного кодекса не предусматривают соцпомощь жителям домов, обслуживающиеся управляющими компаниями. Таким образом, ЖЭП Суворовский, не получив денег на возмещение субсидий, которые за три буквально месяца июня, июля, август, выставил счета по полной, без учета этих субсидий. Вывесил объявление, которое вы видели, где указал, что пока, значит, как только будет изменена законодательная база, тогда мы вам вроде бы и начнем возмещать. А законодательную базу какой смысл менять? Она и так государство не отменяло субсидий, не отменяло льготы. За подробными комментариями обращаемся к юристам самой управляющей компании «Суворовский». Специалисты говорят, проблема всего в одном слове, а в итоге большая часть домов Одессы остается без государственных субсидий. Госбюджет помогает лишь обслуживающим организациям, а не управляющим. Хотя действующий договор между Суворовской райадминистрацией и управляющей компанией это и предусматривает. Проблема в том, что в бюджетном кодексе не предусмотрены выдатки в выгляде субсидиевания наданья ПИЛЬХ на послугу с управлением багатоквартирным будинком. То есть из-за одного слова, хотя по сути функции поменялись только частично, утвержденные 150 приказом, из-за этого слова не предусмотрен механизм выделения субсидий и льгот. Поэтому пока что мы это делаем за свой счет. В кодексе написано четко утримание будинку та прибудинковой территории, а в договорах четко прописывается управление. И только из-за отсутствия одного этого слова возникла такая проблема – правовая коллизия. Отмены льгот как таковой нет, но пока государство их не платит, то, по словам юриста, их оплачивают управляющие компании. В цифрах этого не видно из-за опережения начисления платежей в Герц. Но, уверяет специалист, льготчики могут платить по-старому, невзирая на новые суммы. Оказалось, что в домах УСНД такой проблемы нет. Тарифы там определяют сами жители. В доме на Заболотного 38 попытка объединиться была, но идею похоронили безрезультатные собрания соседей. Да собирались по несколько раз, здесь и часть по подъездам собиралась. Вот не весь дом, весь дом собрать невозможно, вон 13 подъездов. И по 3, и по 5 подъездов. И так ни к чему не пришли, и мы оказались вот в таком виде. Дом очень большой, дом старый, все коммуникации рухлядь сплошная, текут. И люди, не как человек, который изъявлял желание, значит, доверие ему не оказали. Ну, в конечном счете, люди не смогли договориться о выборе руководства ОСМД. Безусловно, право выбора формы управления домом остается только за его жителями. Но данная ситуация наглядно демонстрирует, что стимулировать граждан к объединению центральная власть решила также и на законодательном уровне, прописав ряд преимуществ ОСМД перед управляющими компаниями. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.